Теперь я хотел бы перейти дальше к капусте, которая больше известна в более северных Украине, потому что очень много людей ее высевает прямым посевом, то есть она, получается, имеет стержневой корень, она имеет мощную корневую систему, и даже при условии, что там очень все зависит от полива, от дождя, даже в тех условиях, когда нет длительный промежуток времени дождей, она может сформировать головку, которая будет товарная, которая будет на уровне того, как будет половина килограмм. Если ее разрезать, вы посмотрите, что это тоже капуста, которая внутри, белоснежная, и она очень пресляплась, если это ее. Я хотел бы просто, пока вы смотрите на нее, просто узнать мнение людей, которые выращивают капусту. Насколько вам такой размер интересен? Плотность? Качество такой капусты? Либо никто не выращивает, либо всем оно не настолько интересно. Тоже в более западных районах и областях, знаете, как капуста для клашения. Тоже один из эталонов в этом направлении. Мы перейдем, мы немножко дальше продвинемся, мы так будем плавно идти к гибридам, и дальше, если вы видите, то есть у нас есть, с нами будет в группе выступать и бас, и удобрения, которые расскажут полностью вам технологичку по обработкам и по удобрениям. Отдельно хочу сказать огромное большое спасибо, если вы видите, ну то есть если вы посмотрите, все капусты чистые, практически без трипса. Может быть там, ну небольшое где-то и попадается поражение, но по сравнению с тем, что в этом году на полях мы видим, то есть капусты вообще идеальные, чистые. То есть можете посмотреть, и это не просто то, что мы выбираем. Зайдите, пожалуйста, в поле и порассматривайте эти капусты. То есть за защиту отдельное спасибо, капусты, ну просто выглядят супер. Спасибо за внимание, с вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.